Часто для перехода к деятельности нам не хватает какого-то внутреннего ресурса. Вы чувствуете в себе, что внутри нет какой-то решимости, или силы, или энергии. Вы как-то понимаете умом, что надо пойти учиться чему-то. Нужно поговорить с руководителем по поводу увеличения вашей нагрузки, увеличения заработка и так далее. У вас есть какой-то набор пониманий того, что нужно делать, а внутренней решимости, собранности, готовности нет. Откуда эта внутренняя решимость, собранность и готовность в принципе у нас берется? Ну, конечно, вот есть первый принцип, который я вам рассказал. Формирование доминанта информационного, формирование потом установки, когда вы переходите к деятельности, еще ее не совершая, но уже оказываясь как бы в ней. Сейчас я говорю про потребности. Мы с вами существа биологические. Нас произвела матушка природа. Она у нас производила долго, миллионы лет эволюции ушли на создание. Нас как особи. Сейчас я покашляю, а то я буду вам шуметь. Вот, я вернулся, надеюсь, будет лучше. Да, значит, мы биологические особи, нас создавали миллионами лет эволюции. И главная идея этого создания состояла в том, что нам нужно максимально решать задачи, связанные с выживанием. И вот, что такое выживание вообще в таком глобальном смысле? Это не просто прятаться от кого-то там, уходить в еду и прочее. Это, конечно, важно. На самом деле в выживании важно любопытство. Если вы не будете любопытны, то вы будете сидеть, боясь, что что-нибудь там случится, и не вылезете из своей норки, и там не благополучно погибнете. Но, с другой стороны, должна быть и безопасность чувства такого. Вы должны понимать, что есть риски, и вы должны иметь возможность предупреждать. Мы социальные с вами животные, поэтому у нас есть потребность в уважении, в признании, принятии и так далее. Если вы слышали когда-нибудь про пирамиду маслом, социальные потребности стоят в верхней трети, по сути дела, этой нашей пирамиды. Я не отношусь к некоторой критичности, потому что, на самом деле, потребности в доказательстве собственной правоты, доказательстве собственной значимости и так далее, чуть ли не первейшая из наших потребностей, такая социальная потребность. В НГС-3 мы все с вами, благодаря той самой эволюции, являемся носителями генов, которые, если верите Ричарту Докинзу, а не верить ему, нет никаких оснований, хотят продолжаться в будущее. Поэтому в нас заложены механизмы, которые долгают нас на продолжение рода, которая в рамках человеческой цивилизации немножко трансформировалась и просто превратилась в потребность в получении восхищения, быть желанным, как писали французские философы в XX веке, Лакан, кстати, писал, желать желания другого. То есть, хотеть, чтобы другой тебя хотел, тобой восхищался, считал тебя привлекательным, интересным, сексуальным. Как в мультике уже про Шрека, теперь мы стали сексуальными. И, соответственно, у нас есть вот эти потребности, которые в действительности являются нашими ресурсами. Если вы сможете разглядеть в себе эти потребности, понять, как они в вас проявляются, потому что в каждом из нас они проявляются чуть-чуть по-разному. То вы получите энергетический ресурс. Энергетический, я здесь говорю в прямом смысле, в таком мире физиобиологическом. Потому что за эти потребности, за их удовлетворение нас награждает эволюция очень приятными переживаниями, обусловленными соответствующими нейромедиаторами. Когда мы чувствуем уважение и признание, и, собственно, правоту, у нас выделяются мозги и сердца, и гормоны, как его называют. Если мы чувствуем себя сексуально привлекательными, желанными и так далее, у нас выделяются и гормоны половые, так называемые, и нейромедиаторы, соответственно, которые тоже поддерживают у нас это ощущение радости. Там разные цитоцины, эндорфины и так далее. Если у нас есть любопытство, и мы удовлетворяем эту потребность, у нас выделяется дофанин. То есть возникает реальный психологический такой драйв, который обусловлен биологией. Но для этого нужно понимать, как работает ваш мозг, как создать опять-таки условия, чтобы он выделял те самые гормоны счастья, радости, интереса и какого-то внутреннего восторга, силы придавал вам. И тогда, конечно, с этим ресурсом вы сможете действовать значительно быстрее, решительнее, потому что вы уже будете не просто что-то делать, а вы будете делать это намеренно, понимая, как в процессе этой деятельности вы сможете удовлетворить эти свои базовые потребности и вызвать у себя, соответственно, прилив тех самых нейромедиаторов, гормонов. Нет ничего более такого манящего для мозга, как осознание гипотезы, что какое-то мое действие может привести как раз к выработке этих приятных химических веществ в голове.